Мужчина погиб при пожаре в Сокольском районе. Загорелась трехкомнатная квартира, которая располагалась в деревянном доме. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Погиб 45-летний хозяин квартиры. Предположительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. 19 пешеходов погибли на дорогах Вологодчины с начала года. Данные озвучили в областном управлении ГИБДД. Еще 280 человек получили травмы. Нередко пешеходы сами становятся виновниками аварии. С начала года более 30 тысяч человек нарушили ПДД. Очень часто вологжане переходят проезжую часть вне зебры, не смотрят по сторонам перед тем, как выйти на дорогу, и слушают при этом музыку в наушниках или увлечены гаджетами. Зачастую на одежде отсутствуют светоотражающие элементы. Осенью они необходимы, заявляют инспекторы. Фликеры помогают водителям вовремя заметить пешехода в темное время суток. В октябре в 60% ДТП сбили пешеходов. Одна из последних аварий произошла в Череповце. 16-летняя девочка шла по краю проезжей части и попала под колеса лады. Сотрудники ГИБДД Череповца перешли на усиленный вариант несения службы. Это связано со сложной дорожно-транспортной обстановкой и ухудшением погодных условий. Так, накануне на дороге вывели дополнительные экипажи ДПС. Службу несли более 120 сотрудников. В первую очередь инспекторы были ориентированы на профилактику грубых нарушений. В итоге были выявлены 4 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 автолюбителя не имели права управления. Всего проверили более 200 автолюбителей. 75 были привлечены к ответственности за различные нарушения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова